привет мы находимся в петербурге на улице кирочной и в том месте где она пересекается с улицей таврической находится одно из самых красивых зданий нашего города музей суворова рядом чуть правее еще один музей оловянного солдатика но речь сегодня пойдет не о суворове а петре третьем и екатерине второй владельцах усадьбы аронинбаум видео посвященное аронинбаум у нас будет на бусте по ссылочке в описании аронинбаум ассоциируется не только с меньшиковым но и с петром третьим который там мустровал своих галштинцев строил крепости но спустя многие многие годы его жена екатерина вторая оставила автобиографические собственноручные записки которые впервые в россии вышли середине 19 века и тогда российский народ узнал как же тяжело и жилось при дворе елизавете петровны елизавета петровна была настоящим в суде из этих записок настоящим деспотом тираном она изолировала малый двор то есть петра екатерину ото всех и она отсылала от них тех людей которым они только-только вот успели привязаться сама екатерина при этом была 15-летним юным философом она была очень амбициозной очень умный читала книги вообще на на самом деле была какой-то степени наивным ребенком но при этом очень послушный она делала все что захотеть захочет елизавета и также потакала капризом своего дурака мужа то каким ее записках представлен ее муж должно было видимо просто шокировать публику то есть она хотела показать что то что она его сместила с престола законного императора и возможно даже и мужики убила мы знаем ну это было вполне закономерно то есть это было естественно и на протяжении многих многих десятилетий даже столетий историки не сомневались правдивости этих записок то есть просто приняли все это на веру сейчас же вот эту правдивость их ставят под сомнением потому что она там где-то немножечко и привирала путала даты меняла местами события что-то умалчивала и так далее из этого все выходило что ее муж был был замедленное развитие потому что он играл солдатиков и в игрушки ну вот например она пишет это еще начало их совместной жизни своих внутренних покоях великий князь ступору только и занимался что устраивал военные учения с кучкой людей данных ему для комнатных услуг это были настоящие детские игры и постоянное ребячество вообще ну еще очень ребяче хотя ему минуло в 16 лет 1744 году далее еще несколько похожих вот фраз несколько похожих эпизодов и вот далее например 1747 год ему 19 лет было милости круза в течение этого лета простирались до того что она доставляла великому князю столько детских игрушек сколько ему было угодно но чтобы не наделать хлопот крузы великий князь был принужден играть свои куклы лишь постели вся постель была ими покрыта то есть он играл в куклы и игрушки в 19 лет взрослый уже фактически мужчина но на самом деле сама по себе вот сам факт игры солдатики взрослого человека наверно все-таки не говорит об его инфантилизме потому что например в то же самое время когда пётр позорно играл своих солдатиков александр васильевич суворов точно так же играл солдатиков и вот ганнибал абрам петрович араб петра великого он заметил что мальчик вот верно все расставляет на доске то есть у него есть какое-то понимание и посоветовал отдать его в военный затем в течение своей жизни суворов продолжал собирать солдатики солдатиков и когда ему было нужно он на них как раз утренировал тактику и стратегию до продумывал все это и вот музея суворова музей оловянного солдатика как раз хранятся такие солдатики эти игрушки эти фигурки их там около 60 тысяч всего говорят то есть суворов играл солдатики далее романовы в девятнадцатом веке наши императоры тоже этим увлекались с и по крайней мере собирали фигурки началось это все при николая первым который в 1829 году купил вот не купил я приобрел до заказал первые фигурки и вплоть до конца своего царственных собирал то есть уже почти по 60 лет было дяденьки он продолжал собирать солдатиков хранились они у него под такими стеклянными колпаками в зимнем дворце чтобы не пылились было их около 300 за каждую фигурку он платил рублей по 100 это как 45 зарплат рабочего в то время а некоторые фигурки стоили еще дороже по 500 600 рублей потому что они имели портретное сходство с конкретным лицом и дальше эта традиция передалась его сына александра втором алексей николай 2 собирал уже солдатиков работы фаберже заказывал фаберже из разных полудрагоценных камней то есть все романовы собирали солдатиков за границей то же самое на самом деле но история дураком остался один лишь только петр в рейнбауме он кстати устроил крепости первая крепость называла что характерно екатеринбург в честь жены потом портятся стали отношения он построил крепость святого петра затем петерштадт тоже крепость и вот петерштадт он бомбил утюжил вот этот екатеринбург естественно катеринбург все время проигрывал и как писала опять же екатерина прибыв в рейненбол великий князь завербовал всю свою свиту камергера камер юнкером чином его двора адъютантом князю репнину и даже его сыну камерлакеем садовником всем было дано поможет эту на плечо его императорское высочество делал им каждый день учения назначал караулы все это екатерина описывает как чрезвычайно такое скучное занятие то есть ей было от этого скучно всем дамам вокруг было скучно и тем но этим лакеем который в этом во всем участвовали им тоже это все было на самом деле не по сердцу не нравилось но тем не менее вынуждены были в этом участвовать но и все это считали глупостью у петра 3 действительно была склонность к таким вот к военному делу в принципе фортификации ведь вот самые первые крепости раненбаума он скорее всего чертил и планировал сам проектировал сам у нем было много книг библиотеки по фортификации то есть это ну было его реально такое увлечение сама елизавета она была не против этого конечно это вполне нормально вполне законно для его должности она даже позволила выписать ему отряд галштинцев которых он тоже там муштровал но проблема была в том что помимо вот этих вот галштинцев вот как екатерина пишет да что он лакеев своих там ставил под ружье помимо галштинцев он тайна вот этим всем занимался и вот это у нее как раз таки вызывало опасения ведь 18 век это эпоха дворцовых переворотов когда ну с помощью гвардии занимали трон сама елизавета так сделала трон предназначался маленькому иоанну антонович его матери а не леопольдовне чем она леопольдовна предупреждали что елизавета там что-то готовит но вот однако ночью ворвались гвардейцы в зимний дворец и вот все плохо для той семьи закончилась очень плох плачевно и елизавета естественно придя к власти она опасалась для себя подобного исхода поэтому она никогда не спала ночью она никогда не спала в одном месте она отслеживала вот эти вот все какие-то интриги поползновения и так далее и особенно нужно было следить за вот этим малым двором за петром и его чересчур активной женой между тем действительно в комнатах петра формировалась маленькая такая может и комнатная гвардия постоянно какие-то люди туда приходили что-то шептали что-то обсуждали сам петр кстати говоря был не воздержанным на язык и он мог слуху где-то произнести фразу вроде например лучше бы я остался в галштине или лучше бы я поехал в швец он имеется ввиду императором до играл там бы я был свободнее и еще хуже когда я буду сам император когда я буду сам большой ну то есть намек совершенно понятный он стремился занять престол и сам вот руководить но это все могло в том числе говорить о планирующем ся партнер перевороте очередном поэтому елизавету это естественно беспокоило так вот помимо всего прочего пётр своим тихая улочка таврическая опять же мы видим а вот петр своим вот этим тем лакеем и своему окружению обещал в будущем должности награды звание тогда ну все что обычно обещают они ему говорили что ну келезавета она может узнать очень разозлиться не беспокойтесь я потом вас выручу а если что будут вознагражу вас за ваше страдание вот помимо прочего их там поили шампанским в комнаты проносили мундиры прусский сам петр тани от елизавета когда она не видела носил галстинский мундир вот речь шла также еще о польских мундирах еще раз его как будто бы настраивали вот именно шли разговоры о настраивании его против русских против россии естественно опять же все это доходило до елизаветы более того в его комнаты проносились барабаны палатки ружья амуниция где брали на все это деньги петр он постоянно говорил о своем безденежье но при этом был постоянно в долгах есть упоминание о том что например брал в долг у строганова строганов давал деньги также в долгах была екатерина и она описывает и описывать мемуарах своих эпизод когда елизавета и к себе вызвала и стала вот допрашивает почему так много денег тратишь почему ты постоянно в таких долгах когда я была в твоем пола на твоем месте нам в таком положении я была очень скромная боялась божского божьего гнева и так далее носила скромную юбку так вот параллельно этому разговору в комнаты петра были доставлены ружья ну то есть видимо екатерина заняла денег и вот на что они были потрачены не на не на кружево не на платье а на вооружение то есть екатерина всем помогала для чего им это было нужно обоим а дело все в том что елизавета вызвала из киля с его племянника и назначил его наследником но когда он сюда приехал она его увидела поняла что она от него далеко не в восторге жена его екатерина она постоянно 3 как интриговала и был эпизод когда елизавета я собирался вообще отправить в к маме домой вот то есть екатерина она вообще у нее был неустойчивое положение в любой момент могли заменить на другую немецкой принцессу дали другую невесту вот то есть для этого нужно было подстраховаться ведь за по закону по закону действующим на тот момент елизавета могла поменять наследника в любой момент и незадолго до своей смерти она хотела наследником назначить павла будущего павла первого в обход родителей соответственно то есть если у тебя при этом есть небольшое свое воинское формирование значит ты можешь себя защитить а может быть может быть даже и еще для чего-то при этом в мае 46 746 года при дворе был настоящий кризис да то есть вот шло противостояние большого и малого дворов в малом дворе да вот что такое происходило большой двор пытался это как-то вот пресечь попытки так вот в мае 46 года был арестован вы были арестованы три камер лакея петра третьего братья чернышева и также такой густав румберг его камер пухта полина у нас чуть летает его камер динер они были отправлены тайную канцелярию допрошена с пристрастием в том числе румберг на дыбе при этом они явно привирая старались выгораживать и петра и катерину и друг друга елизавета прекрасно знала надо еще докладывали она знала в том числе что румберг якобы говорят настраивал петра против россии всего русского и румберг вот в этой маленькой гвардии он был главным то есть не пётр а именно румберг и румберг был выше петра и он его даже иногда бил вообще было немыслимо немыслимо когда елизавета все это узнала она была но она была по крайней мере в напряжении и это немножечко вот как-то не пугало но на самом деле расследование она толком ничего не дало потому что все говорили разные все друг друга выгораживали все явно врали петра третьего особенно было как бы не привлечь потому что он наследник екатерина она была вообще на волоске всего страшного но екатерина она пыталась скажем так отстраниться от этого как будто бы да то есть она делала вид что она не участвовала в петровских вот этих вот занятиях и она наоборот его пыталась отговаривать от них объясняла что елизавете это не понравится в записках своих впоследствии она тоже все немножечко перевернула например почему были арестованы трое братьев чернышевых она указывает что было якобы некая какая-то романтическая история якобы ее екатерину обвиняли в том что она влюбилась в этого в одного из чернышевых а вот историю с арестом ромберга который вместе с ним был арестован с ними вообще она по времени отдалила в другое место принесла то все они как бы не связаны между собой то есть она якобы в этом не участвовала хотя реально она во первых участвовала и деньгами она была не против петр и очень часто привлекал савил под ружье она например писала что допустим благодаря его заботам я до сих пор умею исполнять все ружейные приемы с точностью с точностью самого опытного гренадера он также ставил меня на караул с мушкетом на плече по целым часам у двери который находилась между моей и его комнатой иногда мне позволялось покинуть свой пост я читала то есть он она указывает что вот ей это все не нравилось она часами была вынуждена выслушивать его глупую болтовни вот про это все я это было не интересно на самом деле поддерживала финансировала и сама даже участвовали это потом кстати пригодилась она ведь занималась также охоты и она верховую езду именно в мужском себе занималась и я это пригодилось день дворцового переворота в 1762 году ну а тогда в сорок шестом году елизавета она пресекла вот эту вот игру она запретила вот эту комнатную гвардию она прекратила свое существование ну и принципе елизавета она в последующий в последующее время жила достаточно спокойно она дожила до возможной старости она умерла от болезней не в ходе каких-то переворотов ну а петра все-таки свергла его более умная жена ну и правило 34 года и не допускала каких-либо интриг против себя но что касается личности петра петра 3 он конечно был очень-очень противоречивым но вот сейчас пытается его лично пересмотреть историки я же на этом закончу спасибо вам за внимание напоминая о ссылке на бусте видео посвященное о раненбауму и обращаюсь с вами до встречи на грибанале